С новым днём! В эфире программа «Твое утро» и с вами мы, Елена Игнатьева и Дмитрий Шиш. На календаре 28 июля и по традиции в конце лета программа «Твое утро» уходит в отпуск. Буквально месяц у нас не будет в эфире, но уже в сентябре мы вернёмся и вновь будем говорить вам «Доброе утро» и встречать с вами каждый день. Кому вернутся, а кому и нет. Лена, Дима, вам не кажется, что пора уступить дорогу молодым? Тем более, что достойная замена уже есть. Это мы, Султан и Ульяна. Сегодня в эфире планы актёбинцев на август, полезные советы и подсказки звёзд, афиши культурных событий города и многое другое. Хорошее дело. Не знаю, как ты, Лена, но я своё место не готов уступить даже таким очаровательным и прекрасным деткам. Ну, сейчас мы постараемся разобраться и вернёмся в студию сразу же после рекламы. Твоё утро продолжается. Улыбнитесь с новым днём, и он обязательно улыбнётся вам в ответ. За следующей неделей утренняя программа «Твоё утро» уходит в отпуск, поэтому к новому сезону уже есть подходящие ведущие. Ребята, вам не кажется, что вы торопитесь? Да, мы ещё на рабочем месте ведём программу «Пока мы». Не знаю, как вы руководите, но ваших коллег Нургули и Алибека мы уже отправили на задание. На задание? Ну что ж, давайте посмотрим, что же это было за задание. Доброе утро, уважаемые телезрители. Вам, наверное, непривычно нас видеть вот здесь, на площади перед кинотеатром «Локомотив». Не в привычной для нас студии, а всё потому, что у нас сегодня последний эфир в уходящем телевизионном сезоне. Действительно, Алибек, сегодня мы здесь не просто так. Мы действительно хотим пообщаться с вами, наши дорогие телезрители. Именно для этого мы вышли из студии, и, конечно же, вместе с вами хотим встретить первые лучи солнца этого замечательного утра. Ну что ж, Алибек, я думаю, нам уже стоит пойти и пожелать дорогим телезрителям доброго утра и узнать о планах на последний летний месяц. В отпуске уже был? Да, был в июне. А в августе? В августе работаю. В август месяц впереди. Неужели в отпуск-то не хочется, Витя? Нет, не хочется. Вообще не хочется? Вообще. Вы будете отдыхать или же у вас работа? Работа. Работа? Работаю. Работаете, а как же отпуск? Сейчас в отпуску. А вот сейчас у вас отпуск? Ну и как же вы его проводите? Да, как сказать, просто не ко мне ездил, в Оренбург ездил, встречал там. Какие? Работа, дача. А в отпуске были уже? Нет. Не планируете вы отступить? Нет. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Минуточку. Ну, наверное, человек торопится. Как вы собираетесь провести ваше лето? Лето я на даче провожу. Поехать в Алмату, в Астану. Работать и учиться. Работать и учиться. А этим летом уже в отпуске были? Да. Если погода нормальная, на море, на речку. Если плохая, то в клуб. Почтам отдыхать. Какие планы у вас на август месяц? Работать. Работать. А в отпуске уже были? Не было, а в сентябре было. Вы нас узнали? Телевидение Рика. Конечно, узнаю вас сегодня. Прекрасные дети. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я считаю, что нам сейчас пора уже вернуться в нашу любимую теплую студию «Твоего утра». Рика ТВ. Совсем скоро вернемся. Ну что ж, Нургуля и Алибек сегодня обязательно к нам присоединятся. Я думаю, что поприветствуют вас из нашей студии. Ну а что касается планов актюбинцев на ближайший месяц, я думаю, что август для многих связан будет с дачей. Ведь сейчас как раз таки время дачных работ. Из 3 августа начинается период растущей луны. В это время, когда луна начинает набирать силу и соки, устремляются вверх по стеблям, ветвям и плодам. Идет интенсивный рост растений. Любое вмешательство в жизнь растений должно быть осторожным, так что не обрезайте и не пересаживайте их. Стоп, 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 стоп. Коллеги, у вас с завтрашнего дня уже отпуск. Но не все актюбинцы могут похвастаться отпуском. Наш новый герой считает, что отдыхать сейчас не время. Настоящий Юлий Цезарь и мастер на все руки. У него все лето, как и весь день, распланирован по минутам. 35-летний актюбинец Мураджу Маганбетов с виду обычный таксист, которых в нашем городе немало. Однако стоит только сесть в кресло его автомобиля, сразу становится понятно. У этого водителя есть своя изюминка. Здравствуйте, вы попали в шоу программы «Мура красавчик». И первый вопрос. Готовы ли вы? Готовы. Какого цвета стоп-кран самолета? Красный, синий, желтый, белый? Желтый. Неправильный ответ. У самолета нет стоп-крана. Второй вопрос. Самый короткий месяц в году? Февраль. Неправильный ответ. Май. Три буквы. Мурад, или как он называет себя сам, Мура красавчик, жизнерадостный и общительный человек. В его машине всегда играет только веселая музыка, а сам он во время поездки старается зарядить позитивом каждого своего пассажира. Ну, я стараюсь как-то их повеселить, как-то поднять настроение, потому что сейчас и так все грустные, без настроения, едут на работу. Охота им поднять настроение, чтобы они как-то улыбнулись, чтобы прошел их день замечательно. Вера в хорошее и есть жизненное кредо нашего героя. Позитивный настрой помогает в любом деле. В его визитке ни много ни мало 17 пунктов от установки кондиционеров до чистки ковров. Поэтому последний месяц лета Мурад проведет на работе. Собираюсь, конечно, работать, отдыхать времени, так как нету, у меня дети, семья, надо кормить, надо как-то жить, развиваться дальше. Ну, последний месяц лета, конечно, активистам, чтобы действительно, кто строится, чтобы стройки свои, чтобы закончили и вызывали специалистов, как Мура Красавчика. И, чтобы всегда они были вообще на позитиве, чтобы улыбались, советую вообще всем за все как-то не обращать внимания каждому мелочи. И все принимать, как оно и есть. Для программы «Твое утро» от Мура Красавчик посвящается. Если среди ваших знакомых есть интересные актюминцы и вы хотите рассказать о них в эфире, тогда звоните по номеру 404011. И тогда в новом телевизионном сезоне будет намного больше историй. «Напоминаю, что сегодня завершающий эфир «Твое утро», и мы решили, что старых ведущих пора отправить отдыхать». Нормально, Дима, да? Спасибо, конечно, ребят за старых, за то, что вы нас так назвали, но вроде как еще рановато, и мы на рабочем месте находимся. Дим, если уже сейчас молодежь вот так захватывает эфир, то что будет в новом телевизионном сезоне? По поводу нового телевизионного сезона, я думаю, что наши телезрители совсем скоро все узнают. А пока мы предлагаем им посмотреть, что же они смогут увидеть на нашем телеканале в августе месяце. Узнавать о последних событиях города, как всегда, вы сможете из программы «Факт» и «Таулик». И хотя летом новостей в городе не так много, информационная служба держит руку на пульсе. Мы едем сейчас опять на съемки. В августе наша работа продолжается. Мы работаем каждый день, каждый день в неделю. И хотелось бы, конечно, сказать нашим телезрителям, чтобы смотрели постоянно «Факт», потому что мы работаем для них, снимаем каждый день, и перерывов у нас нет. Мы снимаем самое интересное, лишь бы все это понравилось телезрителям. Какие новости хотелось бы больше освещать? Новости хотелось бы освещать наиболее горячие, наиболее интересные, и неважно, какими они будут. Ну, конечно, хотелось бы положительные, но тем не менее, каждая новость, была бы она интересна телезрителю, будет на мне освещена. Что волнует актюбинцев, какие события и темы обсуждаются в социальных сетях, какие проблемы возникают в городе и кто поможет их решить – все это в проекте «Город сегодня», который весь август будет выходить в эфир в прежнем режиме. Ну, а чтобы быть в курсе всех культурных и интересных мероприятий, которые будут проходить в нашем городе в августе, смотрите специальный проект «Каждый день». Весь август мы будем рассказывать вам о самых интересных событиях и мероприятиях, которые будут проходить в нашем городе. Уверена, что в последний месяц лета их будет немало, так что вы всегда будете в курсе и ничего не пропустите. О состоянии вашего здоровья позаботится программа «Что скажет доктор» и ее аналог на казахском языке «Даригер Ниайтаде». В программе рассказывается о том, что должен знать каждый из нас о своем здоровье, о различных заболеваниях, их симптомах и способах лечения в нашем городе. И самое главное – о том, как не допустить болезни и сохранить свое здоровье. Наша программа выйдет в эфир 20 и 27 августа. И там мы со специалистами расскажем, как неправильное питание может сказаться на нашем здоровье. Что нужно знать о питании детей и многое другое. Каждый вторник августа поклонники футбола могут дозвониться в прямой эфир и принять активное участие в футбольной передаче «Одиннадцать плюс». А каждую субботу вы можете посмотреть информационную общественно-социальную программу «Прайм» с Владимиром Беляковым. Весь август в привычное время будут выходить и развлекательные программы, музыкальные новинки, новости шоу-бизнеса, анонс музыкальных событий города и розыгрыш призов – все это в проекте «Патифон». Ваши поздравления родным и близким покажут в программе «Созды салем», а в интеллектуально-музыкальной программе «Энергия удачи» вы можете побороться за денежный приз. Ну а те, кто в последний месяц лета затеял ремонт в квартире, могут получить ценные советы в программе «Декоративные страсти». Программа «Декоративные страсти» не прощается с вами на период летних отпусков. Мы выходим в эфир и помогаем нашим телезрителям. Это очень удобно, потому что, имея на руках готовый дизайн-проект, можно приступить к задуманному ремонту. Радует то, что с нами работает команда профессиональных дизайнеров. Своё вещание не прекращают программы на государственном языке, такие как «Ашикангеме», «Каусарт», «Менказахшасу» и «Лейман». Также напомним, что по будням в вечернее время вы можете наслаждаться просмотром любимых фильмов на нашем телеканале и даже в ночном эфире. А каждую субботу и воскресенье зрители Рико ТВ могут увидеть концерты мировых и легендарных звезд эстрады. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот насчёт того, кто из нас продолжит работать в новом телевизионном сезоне и желать доброго утра, это ещё вопрос. У кого-то совсем другие планы на ближайший год. Мы вас любим. Твоё утро продолжается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА